Адриана Челентана, титан от поп-музыки, он начал карьеру раньше Битлз и выпустил анимационный сериал в жанре киберпанк про самого себя. Звезда мировой величины, он на всю жизнь остался бунтовщиком, нарушителем всех возможных правил, а также консерватором и христианином-католиком. О бурной жизни и творчестве этого неповторимого артиста, который не может выйти из моды, я предлагаю сегодня поговорить. Челентана пережил минимум четыре поколения истинных и мнимых поклонников. У каждого из них свой Челентана, так же как у всех своя Джаконда Леонардо и Давид Микеланджело. Чья-то первая земная любовь становилась женщиной под Эвой Балате. Кого-то лишали иллюзии под I want to know. В каждом десятилетии найдется сентиментальная песня Челентана, иллюстрирующая чью-то личную жизнь, питающая тоску по ускользающему в прошлое периоду недолгого счастья. Адриана Челентана родился 6 января 1938 года на севере Милана в рабочих кварталах, а точнее на улице Глюк, которая названа в честь великого немецкого композитора Кристофа Глюка. В семье бедных апулийских крестьян. Они приехали с юга в поисках работы и удачи. К моменту его появления на свет его брата Лессандра и сестры Марии и Роза были взрослыми людьми, а матери исполнилось 44 года. Последний раз она рожала в 26. Четвертым ребенком была девочка, Адриана, умершая задолго до его рождения в возрасте 4 лет. Вся семья была настолько уверена, что мальчик тоже либо умрет, либо родится мертвым, что не подготовила к его рождению ни кроватку, ни пеленки. Даже акушерка была в этом уверена, придя к роженице. Родившись, младенец некоторое время не издавал никаких звуков, но потом очень громко закричал. Пришлось тете Адриана взять мужниные рубашки и смастерить из них все необходимое для младенца. Родители назвали младшего сына в честь умершей сестры. До 12 лет Адриана Челентано учился в школе, а потом из-за постоянной нужды вынужден был пойти в подмастерье к дяде, который был часовым мастером. Когда я начал работать подмастерьем у часовщика, я всегда и везде опаздывал, поэтому мама будила меня рок-н-роллом, который, к счастью, тоже любила. Она выработала целую систему изгнания меня из постели. Она включала пластинку и говорила «Адриана, посмотри, уже восемь», а на самом деле было только семь. Немного прибавляла громкость «Уже восемь с четвертью», и потом каждые пять минут «Уже восемь с половиной», «Уже девять», «Уже десять». При этом она каждый раз повышала громкость, и мне нравилось такое постепенное пробуждение. Челентано, возможно, остановил бы свой выбор на профессии часовщика, если бы не успех, выпавший на его долю в любительском спектакле «Водевиле», где Адриана покорил зрителей уморительным пародированием молодого в те годы певца Луи Прима, на которого был внешне похож. Его начали приглашать на самодеятельные конкурсы, и в 50-м году он исполнил два своих первых шлягера. В 55-м году после знакомства с хитом «Rock Around the Clock» молодой человек стал поклонником рок-н-ролла и вошел в группу «Rock Boys», где создавал и пел авторские песни, а близкий друг вскоре начал продюсировать артисты. Челентано одним из первых запел об экологии, о гибели природы, об одичании цивилизации, а людям казалось, что он поет о любви и красивой блатной жизни. В самой интонации маячило эхо чего-то ускользающего из жизни современного человека без надежды на возвращение. В первый раз я увидел Челентано на фото, он был одет в прямые брюки, белоснежную сорочку, старомодный галстук-селедочку и подстрижен под Евтушенко. В этих нестыковках имиджа с идеями было нечто чертовски привлекательное, какая-то абсурдная ересь. Дендизм Челентано, о котором я в ту пору знал пару пустяков, напоминал дендизм Остапа Бендера и в исполнении Юрского. В начале 70-х эстрада прошлого десятилетия звучала и выглядела пугающе старомодной. На фоне звезд помпезного хард-рока, старый рок-н-ролл напоминал пародийные твисты в комедиях Гайдая. Подросток панически боялся отстать от времени, стать седым и лысым, не успев отрастить волосы, как у Гиллана или Планта. Челентано начал лысеть довольно рано и не носил длинных причесок, даже когда это стало нормой среди мужчин средних лет. На обложке Азура он щеголяет штиблетами а-ля Великий Комбинатор в эпоху макосинов и фенечек. Тогда же в репертуаре певца появляется одна из самых спорных и неудобных по содержанию песен с идеей. Из-за довольно длинной прозоитической преамбулы, или, как сейчас говорят, подводки, в народе ее окрестили молитвой Челентано, но религия в ней упомянута скользко. Творчество каждого артиста в то бурное время делилось на разные по стилю периоды, с головокружительной быстротой, не давая поклонникам адаптироваться к новизне. Классический пример таких перевоплощений, естественно, Дэвид Боуэй. Каким бы реакционным ни было в мировоззрении, меняются и консерваторы, и модернисты. К началу 70-х каноны современности трансформировались настолько, что даже недавние новаторы номер один «Битлз» смотрелись как молодые ученые из массовки фильма о физиках, или после белого альбома как члены геодезической экспедиции. Но эталоном для Челентано продолжали оставаться Синатра, Богорт и Билл Хейли, чьи рокешники и буги он продолжал реанимировать с энтузиазмом маньяка, обостряя противоречия с контркультурой до абсурда. В коротком альбоме Адриана рок-перепевы Билла Хейли занимают две трети пластинки, плюс Торно Суиме Пази с призывом вернуться к старине, когда вокруг сплошной «Битлз». И все это на фоне Вудстока, Хендрикса, протестов, побоищ, медитаций и передозировок. Челентано игнорировал современность, подобно все тому же Остапу. Мало-помало, одерживая победу, часовщик из Милана умел повернуть стрелки с пять. Среди курьезов отечественной звукозаписи стоит упомянуть неожиданное исполнение абадзитским «Мовемента дирок». Снова вечер, снова встреча, я с надеждой робкой жду. Ты сказал, не волнуйся, обязательно приду под часами в день. А баларе, то и контрата, стрета-стрета, не блудеешь, и мовеби, сула пистка, эспритави, танто шуи, айу мовименту. Эта агрессивная песенка тоже напоминает американские опусы Винсента и его «Блю Капс». Со своей, единственной на долгие годы женой, Челентано познакомился в 63-м на съемках фильма «Один странный тип», где оба были заняты, и поначалу он не произвел на разборчивую, знавшую себе ценную итальянку никакого впечатления. Да, она знала это имя, слышала его песни и смотрела фильмы, в которых он снимался, но его сценический имидж хорошо воспитанной девушки казался слишком эпатажным. Адриана, не привыкший к отказам, всеми способами пытался заинтересовать собой понравившуюся ему девушку, но все попытки назначить ей свидание встречали холодный, вежливый отказ. Все, как всегда, решил случай. По вине Клауди в съемочном павильоне произошло короткое замыкание, стеклянный плафон лопнул, и его осколки отцарапали лицо так не вовремя оказавшегося на месте происшествия Челентано. Девушка подбежала к актеру с извинениями, позже они мило беседовали в кафе, а еще через час страстно целовались в гримерке. Впрочем, итальянская красавица и тут устояла. Человек, по которому сходили с ума все женщины мира, казался ей ненадежным. Съемки фильма закончились, и, казалось, их пути навсегда разошлись. Но певец все-таки уговорил Клауди прийти на его концерт, вручив билет в первом ряду. Это ей польстило, и она согласилась. Концерт завершала очень красивая, романтическая баллада, после которой Адриана принародно признался море в любви. Они поженились 14 июля 1964 года. Свадьба сама по себе могла стать сценарем для комедии. Чтобы избавиться от назойливых папарацци, влюбленные обвенчались в три часа ночи. Свидетели засыпали на ходу. У жениха болела голова. Перед тем, как войти в церковь, пара поссорилась, невесте не понравился галстук будущего мужа. Челентан имел довольно взрывной характер, и Мори справедливо рассудив, что если она хочет сохранить брак, то нужно мириться с назойливым вниманием многочисленных поклонниц и коллег по цеху из мира кино и музыки. Решила положить свою карьеру на алтарях брака. Вот уже многие годы его супруга Клаудия Мори, администратор, имиджмейкер и даже директор семейной звукозаписывающей компании «Клан Челентана», включающей группу музыкантов высшей квалификации, друзей и единомышленников, что позволило ее мужу больше не зависеть от продюсеров и требований моды. И здесь мы приближаемся к важнейшей теме – «Челентана» и кинематограф. От стиляг и студенческой самодеятельности к мистике и макабру. Оказывается, это все устрашающе и увлекательно, близко. Фурора слышится, откуда вдруг эта беда из румынской песни, которую сделал шедевром Валерий Абадзинский. Что-то случилось этой весной. Что-то случилось с ней и со мной. Фурора служит лейтмотивом триллера «Девушка, которой знала слишком много», создавая атмосферу тревожного ожидания, столь важную для этого жанра. Создателем картины был Марио Бава. Следует отметить, что мотивы отчаяния и меланхолии проходят черной нитью у «Челентана», чередуясь с буфонадой и набожностью. Песни и фильмы «Челентана» проникали в союз мизерными дозами и с большим опозданием. Собственно, фильмов было всего два – «Серафина» и «Блеф». Историю дурачка Деревенского в духе чудиков Шукшина приняли на ура. Только песенка в ней была чересчур фольклорной, несмотря на азарные куплеты. В роскошном «Блефе» певец совсем не поет. Отсутствие песен породило слухи о том, что их попросту вырезали. Эксперты даже указывали моменты, где, по идее, «Челентана» должен запеть в полнометражной версии фильма. На пластинках песен тоже было не густо. Однажды мне вручили винил, уверяя, что на ней записан «Челентана». Но это был Никола Дибари. Песни звучали в исполнении других певцов. Магомаев пел «Мезалуна» и «Венто Кватра Мили Бачи». Джорджи Марьянович, «Импразиво Перте», «Чао», «Рогацы». Автор песенки «Ты» на советском пластинке тоже значился «Челентана», хотя этот симпатичный шлягер сочнил какой-то болгарин. В начале 70-х годов «Челентана» придумал и записал композицию, текст которой состоит из непонятных выдуманных слов, которые ничего не обозначают, что символизирует разобщенность людей, не способных понять друг другу. Песня долго оставалась в верхних строчках европейских хит-парадов и попала в американские поп-чарты. Композиция исполняется речитативом, что можно расценить как один из первых рэп-экспериментов. В 1972 году вышел альбом «Имали дель Секоло», все композиции которого были сочинены самим Челентана. Большинство из них посвящены проблемам современного мира. Особенно успешной стала сатирическая песня «Против загрязнения окружающей среды» «Дерево в 30 этажей». Социальная проблематика получила достойное продолжение в альбоме «Свалутейшн», где поется о детях со старческими морщинами на бладенческих певицах. В 1987 году Челентаном вместе с Кваудией Мори единственный раз прибыл в Советский Союз на премьеру своего фильма «Джоану Луи». Несмотря на то, что певец страдает аэрофобией, для СССР он сделал исключение и прилетел на самолете. Артист дал два концерта в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский», ставший его первыми выступлениями после восьмилетнего перерыва. Челентан остался своим в полном смысле этого теплого слова. Хорошо оно или плохо, теперь уже все равно. При Андропеде состоялось второе пришествие Резидента. В конце операции турист-итальянец вербует советских девушек, намекая на личное знакомство с героем нашего очерка. А в другом фильме, уже при Черненко, говоритнейший Панкратов Черный представляется как сам Челентана и часть гостей готовы ему поверить. Фамилия ваша как? Челентан. Ирина Павловна, тут к вам Челентана идет. Кто-то? Челентана. Какой еще Челентан? Адриан. Андриан! Не так давно все активно обсуждали клип Александра Ревы, как Челентана, в котором основным мужским персонажем мутит девушка, похожая на Арнеллу Мути. Те же самые кадры, как и исполнял узнаваемого фильма с Адрианом Челентаном, тот же виноград, который Александр Рева топчет ногами. Челентана. Опровергая подозрения в вязкости мышления, мы можем только повторить прокручавший в начале трюизм у каждого свой Челентана, как свое предчувствие гражданской войны и свой портрет работы Пабло Пикассо. Сегодня Челентана также востребован, создает песни, исполняет их, ездит за гастролями, политические лидеры опасаются его остроумия и влиятельности. К примеру, в 2012 году правящие круги сдержанно отреагировали на приглашение Челентана на фестиваль в Сан-Ремо, однако он выступал примерно час, смело рассуждая о кризисном положении, постигшем европейский континент, о сложности католицизма и неравенстве в социуме. Этот исполнитель – эталон для целого поколения. Он собирал площадки в тысячи зрителей. К примеру, в амфитеатре вместимостью в 6 тысяч его выступление стоило 1 евро. Таким способом он выразил поддержку итальянской публике сложные времена, ратуе не о прибыли, но о воодушевлении народа. Он всегда хотел видеть семей на своих концертах. Сейчас семья Челентана живет в 100 километрах от Милана на уютной вилле Гальбияти в провинции Леков у подножья горы Монте-Бара. У входа, в которую стоит фонтан, омывающий струями статую Клауди Мори, виллу из 20-командат, обставленную с роскошью в духе Голливуда 20-х годов, называют по-разному – фермой, бунгало, даже бункером. Когда дети были маленькими, здесь был живой уголок – кролики, цыплята, птицы. Теперь тут большие конюшни и просторный теннисный корт. Они недолюбливают шумные вечеринки и, можно сказать, ведут жизнь затворников. А Клауди все так же любит своего мужа по причине, которую озвучивал много лет назад. «Никого интереснее Челентана я в своей жизни не встречала». В последние годы дерзкий, обаятельный Челентана не раз признавался репортером, что, несмотря на непростую жизнь, полную сплетен и слухов, его сердце всегда принадлежало одной женщине – Клаудии Мори, блистательной, чарующей, желанной. И в доказательство этих слов каждому гостю на именном приглашении на торжество, посвященной 40-летию со дня их свадьбы, Челентана собственноручно написал. И сегодня мы все еще любим друг друга.